Камбаратинская ГЭС-1 станет одним из крупнейших энергообъектов из всего каскада Камбаратинский ГЭС. По оценкам экспертов, мощность этой станции будет в полтора раза выше Токтогульской ГЭС. Её запуск позволит избежать нагрузок на энергосистему. Большое количество гидроагрегатов на одном водохранилище позволяет эффективно использовать воду в качестве энергоресурса. Высота плотины Камбаратинской ГЭС-1 составит 256 метров, а объём накопленной воды превысит 5 миллиардов кубометров. Что касается строительства ГЭС, у нас достаточно ресурсов и опыта. Электростанция в качестве источника использует энергию водного потока. То есть здесь отсутствует топливная составляющая в производстве электроэнергии. Таким образом, стоимость электроэнергии не будет зависеть от изменения цен на органическое топливо. Вместе с тем, аналитики подчёркивают, что в стране сегодня есть все возможности для развития гидроэнергетики, которая даёт возможность в полной мере обеспечить население страны электричеством без вреда экологии. Для гидроэлектростанции сама эта составляющая практически равна нулю. То есть природа нам за счёт рельефа. То есть энергия у нас получается за счёт нашего рельефа горной страны, за счёт падения рек. И вот наш гидропотенциал всех рек, которых у нас существует, природный, где-то 245 миллиардов киловатт-часов в год. И, во-первых, гидроэнергия, она экологически самочистая, порождает ещё другую гидроэнергию. Это и водородная гидроэнергия. Эта гидроэлектростанция станет новым импульсом развития отечественной энергетики. По сути, это первый шаг к энергетической независимости, который пытались достичь давно. Однако реализовать идею строительства ГЭС Камбарата-1 удалось только сейчас. Мы энергоёмкое государство, но, однако, мы его не используем. Сегодня сделано один из первых шагов к тому, чтобы республика просветала, росла, энергетика была мощной, и мы не были зависимыми энергоёмкими предприятиями. Строительство ГЭС Камбарата-1 еще раз говорит о том, что мы вовремя начали. И очень правильно, я считаю, я думаю, народ поддерживает, и народ всегда хочет, чтобы наша правительство, наш президент, когда делает добрые дела, всегда будет его поддерживать и будет радоваться нашим этим шагам. С началом функционирования этой станции Кыргызстан покроет все потребности в электроэнергии вплоть до 2040 года. По прогнозам аналитиков, первый гидроагрегат можно будет запустить через 8 лет. Руководство же страны отмечает, что при непрерывном финансировании первый агрегат может заработать уже через 4 года.